Продолжение следует... ...балтийской стране, а то, что там, в отличие от Латвии и Эстонии, нет дружественных Москве партий. И это очень хорошо, по крайней мере, с точки зрения журналиста. Таким образом, Крамолы объявляются не тайные сделки и преступные схемы, что было бы логично, а дружеские отношения, что вызвало, мягко говоря, удивление в рядах самих центристов. В сегодняшнем мире такая риторика должна уйти в прошлое, а на первое место необходимо ставить сотрудничество и партнерство. К примеру, мы ведь заинтересованы в том, чтобы наши предприниматели вели успешный бизнес с российскими партнерами. Если говорить о сотрудничестве на партийном уровне, в частности, с ведущей российской партией «Единая Россия», то стоит вспомнить, что в соседей Финляндии аналогичное сотрудничество ведут ряд партий, как, впрочем, и в ряде стран Евросоюза. И нам никому не приходит в голову воспринимать такое сотрудничество в негативном контексте. По мнению политологов, подобные пассажи обусловлены общим вектором, который задает правящая элита, строящая политику на противопоставлении и поиске внешнего врага. В то время как именно эта позиция по отношению к восточному соседу является с точки зрения практики наиболее бесперспективной и невыгодной. А у нас все время проскальзывает недружественная страна. Мы позиционируем себя как враги России. И поэтому вот и получается, что и наши журналисты тут пишут, уже и привыкли к этому. А на самом деле наша политика ведь должна быть такова, что мы сотрудничали бы как партнеры. Да, в чем-то мы согласны, в чем-то у нас линия различается. И если какая-то партия заявляет, что она в дружностях отношениях с нашим соседом, то это вполне нормально, ничего криминального в этом нет. К сожалению, по мнению политологов, вряд ли стоит надеяться, что принцип дружить против кого-то скоро уйдет из нашей политики. Это слишком хороший и легкий прием уйти от ответственности за провалы в экономике и отвлечь внимание избирателей от реальных проблем благодаря голым эмоциям. Так что к эстонским политическим ноу-хау, вроде лиц иммигрантского происхождения и проверки на степень лояльности, добавились еще и партии, дружественные к России. Максим Волков, Сергей Попридуха, Первый Балтийский канал. Максим Волков, Сергей Попридуха, Первый Балтийский канал.